Привет зритель! Многострадальная тема писала скорее всего для Энни. У меня несколько есть текстов вообще от мужского пола. Лирический герой ушел погулять. Некоторые видят в этом что-то иное, но как обычно. Короче, тема, которую в 2003-2004 скорее всего даже одна девица знакомая на тот момент играла под гитару, выдавая ее за свою как музыку, так и текст. Текст у меня как бы есть, музыка у меня не оцифрована, но тоже где-то лежат ноты. Когда-то там на допотопную нокию кнопочную, даже был у них какой-то там раздел музыки, я даже кнопочками набирала эти нотки, но так как это была допотопная нокия, то она никуда и не сохранилась. У меня, по-моему, тогда еще даже компьютера не было как бы своего. Он появился только в 2006 году. У меня там идет монтаж сейчас прошлогоднего ролика. Видимо, то, что я монтировала и прослушивала, меня вдохновило вот на этом. Уж не знаю, как получится записать. Ну а тут как-то ехала выдра и что-то ее спела. Ну там как бы по дороге никого не было. Никто не услышит, никто не травмируется ушами или еще чем-нибудь. И когда я помню сидела в этом мотоклубе было еще в 2004 году, когда я свой текст, ну как бы, тетрадка с текстами была, рукописная, показала там народу. Мне какой-то мальчик на тот момент вывел, что типа я вот плагиатом занимаюсь, что такая-то вот девочка Лиза, не будем говорить фамилию, она уже вышла замуж. Я надеюсь, что она уже поумнела к тому времени в теперешнем. Короче, она вроде как такая хорошая мама и все такое духе. Хорошая мама, хорошая жена. Мне говорят, что вот эта песня вообще-то написала Лиза, а ты вообще тут ну как бы не пришей кобыле хвост. Я так очень офигела. Ну в общем, один из первых плагиатов был, скажем так, меня... Не знаю, то ли это такой текст у меня охренительный, просто гениальный. То ли что? То ли человек не мог родить что-то свое. Хотя у нее тоже в свое время были... Она написала стихи довольно неплохие. Не то что стихи, именно вот песни сами. И она исполняла в стиле панка, вот как бы под гитару, но я не очень догоняю. Тут как бы текст такой грустненький. Ну, у чувака там померла девушка. Он вроде как это страдает. К ней собирается. У нее такой типа панк, но панк у меня ассоциируется как бы с чем-то веселым. И мы с ней долго, помню, спорили уже. Как бы я знала, что она выдает мою песню за свою. Она, подозревая, тоже об этом знала, потому что это все обсуждалось в очень узких кругах. Ну, она никак не среагировала. Я ей ничего не сказала. Ну, я как бы вежливый человек и обычно пребываю в шоке, а еще очень дофига терпеливый, как тут показала практикой. Ну, в каком-то плане это плюс, что я терпеливый. В каком-то плане, наверное, это минус. В некоторых местах надо вовремя иссякать людей. В общем, может, сейчас попробую спеть. Вначале хотела прочитать, сейчас вот, вот, читала себе. Ну, поняла, что у меня какой-то мотив вырисовывается, да, вот я там... Были тексты такие, еще отдельным файлом, но я что-то здесь пока не нашла, может, в любом месте, в какой папке. Вообще, что-то в эту папку... Папка называется, короче, Лёлька, и я в эту Лёльку сто лет не заглядывала. Я тексты-то, в принципе, давно не пишу. Ну, я расписывала обычно, как бы, в рукописку. Один начально было, у меня там какие-то тетрадки были. Я еще хотела, помню, местным музыкантам писать тексты. Но местным музыкантам я еще знакома была, который с ними общался. В принципе, он и сейчас есть, но я его очень давно уже не видела, как бы, ни контачем. Я даже не знаю, в России он сейчас или на своей украинской родине. Короче говоря, он передавал мою, помню, тетрадку. Он мне говорил, что, типа, вот... А когда эти музыканты наши, мюзиканты углеческие великие, прям офигеть, узнавали, что тексты не парень пишет, а девушка, то сразу там все, типа, дизлайк, дизлайк. А еще, что девушка, это я, еще больше дизлайк. Вот я не знаю, с одной стороны, хорошо это или плохо. Но, как бы, тексты мои так и остались моими. Не знаю, куда поставить это. Вот так же, как ролик, который сейчас монтирую. У меня есть тут маленький, как бы, штативчик, но он для экшн-камеры и чисто, чтобы на велик поставить. Тут всякие звуки, это холодильник у меня шумит, электричество шумит. Вообще, как бы, в деревню. Волк-ворон. Просто с названием тогда так и не определилась, ну, и что-то и подруга ее как-то так обзывала. То волк, то ворон. Конечно, в темпе марша я вряд ли соображусь петь. Лиричная тема, темп марша, потом снова лирично. А потом Финиталя комедия 4 декабря 2003 года аж сделанная. Я сначала думала зачитать тут тексты, но у меня еще мысля такая была изначально с монитора записать, но что-то вот Малави глючит. Потом думала, может, на камеру как-то зачитать, но тут штатива тоже как-то неудобно. Может, уже потом в городе как-нибудь сделаю. Я ухожу от всех во тьму. Я буду жить среди волков. Я, как они, всегда один. И нахожусь среди врагов. Я буду вороном, парящим в облаках. Я буду демоном, блуждающим во тьме. Я расскажу тебе, где надо жить и как. Я позову тебя, и ты придешь ко мне. Я вижу город, он похож на океан. Машин людей таких же, как ты. Но ты ушла и не придешь назад. Ты умерла, покинув этот мир. Я буду вороном, парящим в облаках. Я буду демоном, блуждающим во тьме. Я расскажу тебе, где надо жить и как. Я позову тебя, и ты придешь ко мне. И я, как волк, ухожу во тьму. Я не могу жить среди людей. И если быть не то одному, Ведь без тебя даже жизнь, как смерть. Я буду вороном, парящим в облаках. Я буду демоном, блуждающим во тьме. Я расскажу тебе, где надо жить и как. Ты позовешь меня, и я приду к тебе. Ты позовешь меня, и я приду к тебе. Я нифига не помню мотив по ходу делаю. Думаю, он как бы менялся. Я помню ноты. Вот они у меня перед глазами стоят. Они как бы лесенкой начинаются. Сначала вверх, потом спускаются. Но я вот чисто, по-моему, левой рукой ограничилась аккордами. А правой вот сама мелодия. И очень давно к ней не возвращалась. Надо будет как-нибудь в городе заняться. Хотела искать деревню, но у меня тут пианино нет. Зато вот тут я нашла. Хотела сказать, Ленга, наверное, знает, поймет. Но думаю, вряд ли. Еще тут пролистала тексты. Есть люди, которые оставили какой-то след в жизни. Если человек пишет стихи, то лирический герой там где-то отождествляется, где-то вылазит. Но некоторые видят в этом героя автора. А некоторые понимают, что это лирический герой. Вот общение с одной девочкой. У меня тут тоже положил отпечаток на стихах. Еще было общение с другой девочкой до нее. Но с разными людьми какие-то отпечатки были. А тут просто я помню, что была какая-то тусовка в кульке. И там девочки нетрадиционной сексуальной ориентации собирали группу. Я помню, даже в общаге или в комнате. В общем, в доме у кого-то из них, у этой Сони была. Помню, оставила рукавички у нее. Она мне потом их возвращала. Мы с Натахой были, я ее Тусей звала. И она себя так называла, в столовке кулька. Она потом еще говорила, вот тебе подкатывают, а ты не собралась. Тормозишь. Мне 18 тогда только стукнуло. Я как бы читала про ЛГБТ. Мне это было интересно. Но вживую я их не видела. Когда видела, я еще не осознавала, что это как раз та самая тусовка. То, что мне интересно не потому, что там что-то мне нравится, кто-то или еще что-то. Мне вот раньше было интересно еще вообще все эти девиантное поведение. Я про наркоманов читала, статьи еще. Там собирала какую-то информацию. Так где-то лет 16 еще. Готическая девушка. У нее группа называлась Тарквимада. Я только потом уже, наверное, не помню, она у меня в этом стихе есть или нет. Ну, такие люди, которые там... Как бы у нее, наверное, все-таки был слух у них. Они какую-то группу там собирали. Я у них даже играла на пианино. Как бы один раз и тестово. Что-то они у меня все к себе уговаривали. Но что-то как-то мне к ним не потянулось. Немножко как-то все это... Нисколько меня напрягало именно то, что очень такой напор был. Готическая девушка или Готик Форевер посвящается Соне Белоусовой. Ну, если верить ТКНН, то Соня вроде как вышла замуж. И уже не Белоусова. И вроде как вышла даже за мужчину. Ну, если так, то хорошо. У меня несколько знакомых было, в том числе одна однокласска, которые учились в культе. Ну, кто-то в институте. Кто-то, вот как я, в училище культуры. И как мы все время пришли к выводу. По крайней мере, она именно так. Ну, именно такие знакомые. Включая ту девочку, что у меня песню с кому не сделала. Играла под гитару. Они имели какие-то отношения до замужества. Именно как бы с девушками. Ну, и что в мире искусства это нормально. Ну, вот тут, я думаю, она все-таки к миру искусства относилась. Единственное, не помню. Или на хоровом она была вместе с ТКНН, или она была на музыкальном месте. Там мальчик был такой Саша Мурашкин, что ли. Короче, я его рисовала в инстаграм. Портрет был выложен как-то. Я его Финн называла. Но уже тоже не помню, почему конкретно Финн. На кого-то он был похож или на Финна какого-то конкретного. В общем, стих. Я пришла к тебе невестой, очень мрачной такой. Ты мой Дракула любимый. Хоть чуть-чуть побудь со мной. Отвернулись все подружки от меня. То ли стих им не по нраву, то ли музыка моя. Я сама средневековая дама с голосом Кимберли примерно тех лет. Правда, я чуть-чуть упряма. Говорят, над текстом поработать надо. Да, вот времени все как-то нет. Был ужасный инквизитор. Имени не помню я. Чтоб его увековечить, свою группу в честь него я назвала. Я не знаю, что такое бас-гитара. Ну, а в принципе, зачем мне это знать? Моя девушка играет так, как надо. Жаль, что готикой нельзя это назвать. 27 декабря 2003 года. Ну да, они там как-то скрипку называли чем-то или еще что-то. И вроде, да, вот мне что-то, я так понимаю, по тексту, что мне не понравился. Видимо, чисто текст или что-то какой-то неточный был. Фраза имени не помню. Я это уже авторская фраза про инквизитора Тарквимада. Я вспомнила, когда сидела уже на тифоретнике. Был там такой, как бы, чувак. Хакерк Хелл. У которого был блог. Назывался он Тарквимада. Ну, а Кимберли это из Синержи. Лакаристка. Видимо, будет ролик с зачиткой текстов. Выборочно. Там шум был по ходу дела. Ну, у нас кто-то в деревне сегодня на машине приезжал. Соседке хотела дойти. Узнать. Ну, как бы, дошла. Но на улице ее не было. Так как морозь весь день практически. И холодно довольно так. Ветер, по большей части, был сильный и холодный. Либо просто сильный, либо просто холодный. В дом я без приглашения не захожу. Но мне как-то все неудобно. А я к родственникам-то крайне редко захожу. И то по делу, по большей части, стараюсь. А тут как бы, ну, и не зашла. А сейчас вот слышно было... До этого слышно было, что машина ехала. К ним как раз в ту сторону приехала и уехала машина довольно быстро. Вроде похоже на ее... На моего как бы соседа, ее сына. Вроде хрен знает. А сейчас вот мотоцикл было слышно. Ну, тут мало ли кто ездит. Вон очито. Хотя сейчас 29 минут 11-го. Через 4 минуты монтаж закончится. Тут уже какое-то такое. Я просто вот тут тексты когда пролистывала, вспоминала, так поняла, что человек, который всячески пытается оставить след в моей жизни, в стихах у меня, ну, никак не отразился. Ни в прозе, ни в стихах. Соответственно, ни в сказках не был там. Ну, никак вниманием не удостоился и ни на что не вдохновил. Некоторые тексты, конечно, такие-то. Мне бы стремно было их читать в свое время. Вот сейчас, ну, даже год-два. А так, если посмотреть, ну, думаю, у каждого, ну, у тех людей именно, у каждого, кто когда-либо писал тексты, в смысле стихи и лирику, текстами я называю тексты. То, что не проза. Есть какие-то такие, вот то, что сначала какие-то неприятности доставляются, и это вливается на бумагу в слова, а потом смотришь на это, понимаешь, что как дуристика. Ну, что, в принципе, сейчас оно, как бы, и не проблема даже. Хотя на тот момент казалось, ого-го. Какой-то стёб тут тоже есть. Ну, или, допустим, человек, который уверен был, что я к нему или к ней неровно дышу, мне было, как бы, в лучшем случае дружеская симпатия, в худшем случае вообще пофиг. И очень сильно в это, мне на мозги капал, я вдохновлялась на лирического героя. Вот тут есть у нас. Уходила вдаль наше лето. С названием у меня, кстати, тоже туго, или по первой строчке стиха, или, в общем, многоточие, или... Или... Уходила вдаль наше лето, уносила с собой мою грусть. Все вопросы, что без ответа, и советы ушли, но и пусть. Осень болью в сердце кольнула, оставляя кровавый шрам. Зима мне тебя не вернула, подарила лишь выбор нам. 5 января, 20 марта 2004 года. Ну, как бы, я общалась с одной девочкой, она меня приревновала. Сначала к девочкам другим, потом, как бы, к парню, с которым сама же и познакомила. Я не догнала приколы, а потом уже поняла, что она меня приревновала, и в чем причина необщения. И она потом уже через какое-то время, я уже была с интернетом, она нашла меня в сети, написала ВКонтакте, что, типа, давай общаться, тыры-пыры, вроде такая адекватная. А попутно, параллельно выкладывала в своем блоге мои стихи, какие-то, выцепляя вообще строчки, даже не те, что вот я писала вперед Кулька и еще какие-то, просто левые совершенно, ну, позже или раньше, и выдавала, как будто бы я за ней бегала, я нетрадициональной ориентации, вообще там у меня к ней какая-то суперлюбовь, когда я это все увидела, написала модератором того блога, но модераторы оказались, ну, как бы вот, иногда внезапно бывают мудрые друзья в реалии и в сети, тех, кто на вас поклеп какой-то пишет. Мне так везет на таких этих, как бы, подруг, я так смотрю. Кстати, вот сейчас прямо скажу. Я помню, что меня периодически просили тексты почитать, или в стримах, или еще как-то. У меня даже есть какие-то черновики и прозы, то, что еще выкладывалось на сказки у Кострана Оглич Руну, когда еще форум существовал, и даже переезжал, и был такой чувак, у него погонял обладачник в Москве, он жил, я не знаю, вообще живой он или нет, как он там вообще, вроде его Леша звали, имя, в смысле, Леша, ну, и у него был какой-то свой сайт, форум, куда он перетаскивал эти сказки у костра, но потом форум углический загнулся, по-моему, сайт-то углический тоже загнулся вот тут, оно сказало, что все закончилось, и сейчас откроют мне этот файлик, аж почти на 2 гига. Ну и, в общем, я что-то там дописывала, он мне тоже подкидывал какие-то темы про истории про себя, или в стихах, ну, вообще по стиле как бы Лины, или в прозе какой-то Степ писала, с фразочками, там, еще с чем-то, ну, нашла несколько таких вот, как бы наметков черновиков, но как-то меня в свое время попустило, и так руки не дошли. Вот это вообще непонятно, на какую тему было написано. О, надо было как-то написать стишок, посвященный городу, у меня как бы, ну, вообще, когда вот на какую-то просьбу, типа сказали, напиши, у меня с этим туго, вот, высосуну совершенно из пальца. Углич, мой маленький город, тихие улицы стоят, как живые дома, люблю обродить по твоим перелукам, стараюсь запомнить их навсегда. 1-й 07-го 2004-го. Скорее всего, там, какому-нибудь, там, поэзии приурочено. В этом году, по-моему, дня поэзии не было или был, но в этой часовской библиотеке, хотя, ой, сейчас же, корона, корова вируса, так что, наверное, даже не было, если только какой-нибудь онлайновый в прошлом году, я не знаю, был он или нет. Учитывая, что библиотеку основную закрыли, если только в часовской. Но меня, как бы там, не знаю, когда меня вообще туда звали. А, когда-то звали, еще в Суриковской был, но я уже на тот момент не писала. И, соответственно, точнее, на последний, который еще в Суриковской проводился, я не попала, потому что у нас случился переезд с той квартиры с Механки, в Цветочный. А на предпоследний я уже была в качестве зрителя и снимала что-то на камеру. эти выступления, потому что уже, ну, как бы ничего не писала, а старая читать, как бы, тоже не есть хорошо. О, вот этот стих мне нравился. Еще перед этим наверху у меня, ну, в начале файла был вроде стих. Но этот тоже мне нравился. Я, по-моему, даже на каких-то этих Ярославских лицлев читала или что-то в этом роде. Он мне что-то очень нравился. Сейчас я его тоже зачитаю. Это тоже по первым строчкам. Разлучают города и страны, заплетают волосы вино. Кровью ополаскивают другое. Ну и что ж, тринадцатого августа 2004 года. Фига себе. Это 16 лет назад. Сегодня тоже 13 августа. Вот тот стих, не знаю, он где-то наверху, наверное. А тут у меня тоже, типа, как бы, песенка из серии. А нет, тут, по-моему, чувак помер. Там девушка помер, тут чувак помер. Два варианта еще. По-моему, было у меня или два варианта одной темы, текста какого-то, или два-два варианта. Ну, в смысле, два раза по два варианта. Сейчас я тут стих все-таки попробую найти. Он вроде как раньше должен был быть. Сейчас тут слышно мышку. Иди, иди сюда. Иди, иди, иди ко мне. Седьмая глава Тарт. Вени, Вени, что-то там. Юля рекламит свой мангу, которую переводит. Но не может никак взять себя за жабр и затайпить седьмую главу Янкомы, которая уже полгода не резила. Вот это вот. Слезы бриллиантов. Тоже мне нравился. Дофига как. Все пройдет с приходом лета. В югу и сметет зима. Слезы бриллиантов — это кровь разлитого вина. И не вспомнишь даже горечь От забывшихся обид. Кабли крови все покроют. В камине пламя не горит. И осколками надежды, Как оборванная нить, Разбиваются о камни. Улетают они вниз. Как кинжал ты сердце ранишь. Ненарочно может быть. Для меня ты много значишь, Хоть пытаюсь я забыть тебя. Но много дел веселых нас объединят И вновь воспоминания волнуют Своей болью мою кровь. 30 мая-2.06.2003 Я думаю, что после того, как я кучу анемы просто посмотрела, Я поняла, что у симпатии очень много граней. И некоторые воспринимают симпатию как любовь, А некоторые просто как симпатию. В каком-то году, помню, мне Женька скинула картинку, Где было написано, я тебе дружу. Вот что-то в этом роде. Я почему-то очень серьезно воспринимала всегда друзей. И если друзья вдруг предавали, Подставляли, Почему-то себя всегда в первую очередь обвиняла. Думала, что вот я такая, что-то не то сделала. Надо было там что-то другое сделать. Впоследствии, когда у меня появился очень хороший человек, Знакомый, ну друг, Пусть пока по большей части сетевой, Ну я поняла, что бывает другое совершенно отношение у людей к другим людям. И что то, что у меня там были какие-то типа друзья, На самом деле реально в кавычках. Были такие, которые делали подлянку. Одна мне подруга даже в свое время тогдашняя подруга говорила, Света ее звали, Что я вот специально сделала какую-то гадость, Чтобы ты со мной перестала общаться. Ты, блин, взяла меня и простила. Я еще все это обыграла так, чтобы ты чувствовала себя виноватой, Хотя на самом деле все не так. Вот мне таких очень много попадалось. Еще особо прикольно, когда человек делает пакость Из-под тяжка и по-тихому. И только между нами, да. А со стороны показывает себя прям белым и пушистым. И после начинает давить на жалость, на совесть, на что-то еще. И говорить, что ну вот, ведь это только ты такая суперплохая. И вот всегда так думаешь. Ну вот стала я вообще, стала думать недавно так. Года три, наверное, уже назад. Если я такая плохая, вся супер очень плохая. Зачем тебе такая супер плохая, Леля, в друзьях? И ты все равно к Леле тянешься зачем-то. Вообще я вот искала эту песенку. Тут еще какие-то супер дурацкие песенки есть. Да, у меня еще была расстановка там, кто поет, мужчина или женщина. Но, в принципе, вот именно что для Энни. По тексту. Вот надо как-нибудь пнуть, наверное, товарища Мухомора. На тему того, что в 2008 году в конце мне человек пообещал записать, зачитать мою Энни фоном под Вейтон. И все. Вот и ныне там. Я сморкаюсь, потому что нос течет, потому что, видимо, насморк. Потому что холод. Ай, зеваю. У меня даже два байкера было. Немного разных. О, еще какая-то такая слегка дурацкая стишка 13 апреля 2002 года написанная. Это я что? Да, я, наверное, уже в ульке училась или еще не пошла. Или только еще собиралась. Фигнет. Когда меня все похоронят, я буду громко песни петь. Меня навеки все запомнят. Из гроба я буду глядеть. Вы все уйдете ночью спать. Никто не будет горевать о том, что я ушла от вас в такой-то день, в такой-то час. На мои похороны меня вы пригласите. За вас я буду плакать, смеяться и жалеть. Спасайте ваши души, да и мою спасите. И будет вам что вспомнить и внукам рассказать. Из серии по стене ползет кирпич. И все в таком духе. Какие-то меня перло на какие-то малюсенькие, типа стишки. Где-то стебные, где-то не особо. О, вот этот стишок. Печатали в газете юность Ярославка. У меня где-то есть эти вырезки из этой юности. Там и стишки были, и какая-то маленькая проза. Ой, фамилия. Ну, она не знаю. Я думаю, может быть, она уже ее сменила. Короче, была у меня как раз та самая подружка, которая что-то мне рассказывала про саму себя. А я потом еще говорила, что вот если кому-то рассказать, то можно написать стишок. Ну, она мне рассказала и написала. И стишок внезапно опубликовали. О, 2002 год. 17 апреля. А когда стишок был написан, хрен его знает. Ну, в смысле, какая дата. Ой, я тут поставила камеру, и она у меня пролетела, как мышка. И теперь куда она вот? Еще какой-то стишок. Это тоже ей было навеяно. И тоже в юности опубликовали. Слушайте, в юности такое хренею печатали. Но меня какие-то там великие ярославские пииты именно по юности знали внезапно. Еще до того, как я к ним приперлась. Еще даже спрашивали по моей фамилии, будет та самая, которую там куда-то посылала что-то. Вот внезапно, да. Я помню, по дурости послала им черновик. Ну, этот первый экземпляр. На печатную машинку, еще напечатанную вручную. Энни. Первая часть, наверное. Но они мне не отрицензировали, не ответили, не обратно не послали. Это как-то мне так обидно было. Думаю, блин. Если не так, не так. Они еще вроде... Что-то там было такое, что присылайте свои рукописи. Ну, хоть бы написали, допустим. Мы вашу рукопись вам не вернем. Так. Тут еще что-нибудь есть вообще? Ой, вообще 99-й год. Еще весной. Еще при маме писала. Триндец какой. Май 99-го. Написано. Газета юность номер 48 в скобочках 8051. За 21 ноября 2001 года. Газетная версия. Там два варианта. Да, там что-то исправляли, видимо. Я не буду это читать. Вы просто это сами просчитайте, если хотите. Тоже подруга там что-то такое втирала мне. Тогдашняя. Ну, как бы... Ну, какие-то ее фантазии. Они как бы тут отразились. Еще песенка тоже в честь нее. Так. Май 99-го. Это тоже ею новейна. Газета юность номер 43 в скобочках 8046 за 17 октября 2001 года. Она, по-моему, тогда встречалась с кем-то. Он ее вроде как даже бросил. Только не сказал ничего. Ну, в общем, мне как-то... Мне в тот год еще... В том возрасте еще как бы... Не западала я на мальчиков. Мне как-то ни холодно, ни жарко было ни от мальчиков, ни от девочек вообще никак. Она меня на год младше была. Ну, что-то вот такое... Раннего созревания, скажем, в этом плане. У меня одна подружка по сети есть. Мы с ней один раз в реале встречались. В 2013-м она тоже говорила, что вот... Когда ее подружки еще как бы не интересовались никем, она уже страдала. Страдать начала. В общем, я думаю, хватит тут. Еще смонтировать это все придется когда-то. Так что, зрители, если ты оселил это до конца, то хвала тебе. Ты молодец. Тебе нравится мое творчество. Ну и пока тебе, зритель.